Мы привыкли, что дети учатся говорить сами, причем в самом юном возрасте. Но если речь идет о ребятах с ограниченными возможностями, не все так просто. Пять воспитанников общественной организации «Грани» уже совсем взрослые, но говорить в силу диагноза не могут. Наладить их речь взялась педагог Нелли Малютина. Занятия проходят раз в неделю. Дефектолог каждого ребенка учит словам и заодно жизненным навыкам. Я стараюсь подбирать задания такие, например, девочка. У нас картинка с девушкой, на ней, например, красное платье. Мы подбираем красные туфли. То есть Таня, чтобы могла сама, соответственно, куда-то на прогулку или в гости. Там ей мама скажет, сегодня мы на праздник идем в красном платье. Она могла на себя надеть именно красное платье. Это Таня. У нее множественные нарушения в здоровье, в том числе и речевые. Научить 17-летнюю девочку говорить не брался ни один специалист в городе. Ответ был – время упущено, нечего и пытаться. Тем не менее, прогресс от занятий есть. Она стала и внимательнее. И потом, смотрим, какое-то мышление такое уже появилось. И интерес. Она сейчас по-другому как-то смотрит. И картинки там разглядывает. И прямо показывает пальцем, что там лес зеленый, эти ягоды красные, эти цветочки синие. Прямо она уже видит все это. Ксюше 30 лет. У нее синдром Дауна. Солнечная девушка раньше могла говорить. Сейчас, увы, нет. С ментальными расстройствами так бывает. Болезнь, стресс или потрясение. Человек забывает все, чему научился. Поэтому прерывать занятия нельзя. Раньше говорила. Говорила раньше. Плохо, но говорила. Знала. Кто-кто называла. Речь была не так понятна, но все равно это понятно, потому что мы рядом находимся. А сейчас вообще ничего не говорит. Обучение ребят стало возможно благодаря средствам гранта правительства региона. На протяжении четырех месяцев деньги расходовали в основном на зарплату дефектолога. В декабре средства закончились, а вот занятия продолжать необходимо. Эти ребята, многие из них просто невербально не разговаривают с рождения в силу сложности своего заболевания. Это не значит, что они не смогут говорить никогда. Есть такие, которые когда-то говорили, потом речь пропала. Есть такие, которые издают звуки или какие-то слоги, и, возможно, они смогут говорить какие-то слова. Процесс обучения в данном случае нельзя прерывать. Даже самые сложные ребята дают результат. Амбициозную цель услышать связанную речь от воспитанников педагог не ставит. Рада будет отдельным звуком или словам. Ну и, конечно, еще одна задача таких занятий – социализация. Особенные ребята должны и могут жить в обществе.